С Новым Годом, ребят! Я не знаю, кто придумал снимать итоги года на этом канале на улице. Вот этот парень, но я проклинаю Дениса из прошлого за то, что он это сделал. Потому что каждый год, сука, становится в Питере все холоднее и холоднее. Это невозможно становится. А я еще такой, знаете, без шапки все время позерствую. Короче, этот год был очень сложным. Вот это новости, да? Кех, чебурек, мы в России живем. Но при этом он дал нам очень много крутого. И, кстати, я снимаю даже не в Питере, а в Кудрово. Потому что это лучшее место на земле, потому что я здесь живу. Приехал буквально в этом году. И мне здесь очень нравится, кроме шуток. Я, как провинциальный тамбовский житель в прошлом, считаю, что это прям для меня лучшее место. Мне прям, ну, правда здесь здорово и все рядом. И Питер как будто становится, знаете, таким для меня более туристическим. Короче, я только плюсы ищу в том, что живу в Перди. Начинаем подводить итоги. Как обычно, я записал целый списочек на телефон, чтобы ничего точно не забыть, чтобы о всем сказать. Но этот год для меня точно не год Ютуба. То есть в прошлом году я еще как-то пытался лавировать. В этом году Ютуб, все, что происходило на Ютубе, прикольно. Но реально достали вот эти вот алгоритмы уже, которые непонятно, как работают. То есть когда в 15-м году мы прям легко могли их оседлать, понять, что к чему вообще, что Ютуб любит, что не любит. Как бы там работали с вот этими кликбейтами. Кликбейт. Клик, сука. Понимаете, насколько давно это работало? Я уже не могу выговорить эти слова. Работали со всеми этими стрелочками, кружочками. Кстати, таких превьюд почти не было. Но все же помнят это время. Тогда было понятно хотя бы, что Ютуб привлекает. Сейчас, благодаря новому алгоритму, мне куча людей постоянно пишет, что ролики мои не высвечиваются у них в подписках. И я думаю, ну в целом, ну и ладно. Как будто бы я сейчас нахожусь в той точке, когда я ничего не теряю, наверное. Ну то есть мне все еще нравится вести Ютуб-канал. Но в следующем году, скорее всего, вас ждут небольшие, а может быть и большие изменения. Потому что в этом году я для себя переоткрыл что-то новое, прекрасное. Об этом сейчас я расскажу. Я не знаю, как я пережил этот год. В целом, грех жаловаться. Но если кто не помнит, прошлый 2020 год заканчивался для меня, ну, немножко в стрессе. Я в итоге в видео был такой, ааа, на позитиве. Все пошло не так, все пошло по пизде, но в целом нормально. На самом деле, 2021 год для меня начинался, ну, буквально с голой жопой. То есть у меня был краудфандинг, уже не осталось сбережений на тот момент. Ждал, что у нас должен закончиться крауд по байкам с Ролеевым 73. Помните, мы деньги собирали, в итоге собрали миллион рублей. Но в конце прошлого года это был стресс. Потому что на тот момент мы собрали 200 тысяч, и все, и крауд стал. Некоторое время ничего не обновлялось в позитивную сторону. Я думал, ну, все, мы ничего не соберем. Но у нас каким-то чудом получилось, благодаря вам, благодаря вашей активности, осуществить свою мечту. И в целом, в целом, я прям снова поверил в свою аудиторию. Несмотря на то, что она не такая большая, именно те люди, которые интересуются моими историями, комиксами. Но очень сильная и активная. И это очень круто. Но начинался год очень стрессово. Мне казалось, еще чуть-чуть, и просто впаду в какую-то депрессию. Ну, типа, это для меня страшное слово. Я не понаслышке знаю, что это такое. Не просто слова, мне кажется, депрессия легкая. Нет, а именно вот такая тяжелая депрессия с паническими атаками. Я это испытывал, я этого не хотел. И хорошо, что этого не случилось. Короче, мы вырулили самый главный челлендж прошлого года, в этом году. И собрали миллион рублей на байке с Релеевой 73, нашу первую книгу. Но в это же время, пока мы закрывали гештальт по байкам, были в процессе, мы окончательно выиграли суд по комиксу «Шапочка». Обязательно посмотрите видео про этот суд, если вы еще не видели. Точнее, их уже видео два. Деньги нам пока так и не вернула Полина Кёнин, которая должна возместить хоть какие-то убытки, но вернет. Потому что не особо было время этим заниматься. Получить исполнительный лист нужно и так далее. Ну, короче, не буду грузить вас всякими юридическими штуками. Просто скажу, что мы это сделаем. Но сейчас это сделать сложно из-за пандемии, ограничений, в том числе в суде. Но мы выиграли суд. Это круто. Это первый суд из-за русского комикса в России. И это самая странная реклама, которая могла бы быть для русского комикса. Но это работает. Потому что у «Шапочки» будет в следующем году третий тираж уже. В феврале мы собрали на Крауде миллион. Где-то только в апреле нам выплатили всю сумму. На мой счет перевели. И тогда уже мы начали работать над непосредственно изданием. То есть все уже было сверстно, все уже было подготовлено. Мы, значит, отправили все в типографию. И там были тормоза долгие. Но в итоге в конце мая книга «Байки Солеева-73», первая книга издательства «АУФ Комикс» вышла. И что, мы стали просто рассылать. То есть два месяца лета я рассылал всем людям просто по стране и вне страны книги. Все лично подписывал, лично оформлял все это. Мы стали работать со службой доставки ЛПОСТ. Я гружу вас сейчас терминами. Но просто я реально вот этим летом хотел очень много процессов изучить самостоятельно, чтобы понять, как это работает, чтобы в случае чего кому-то доверить. Я не хотел сразу на кого-то это перекинуть, ответственность всю. И все. Я хотел это сам изучить, чтобы потом, ну типа, пояснять, как это работает. И сейчас я чувствую себя невероятно прокачанным в куче процессов, которые раньше просто не знал. Типа «Байки Солеева-73» — это первая книга издательства «АУФ», я повторюсь. И все такие говорят, типа, «АУФ, это же такой мем, он временный, он уже умирает, он вообще скоро забудется». Я думаю, для меня это не мем, для меня это жизнь, потому что я тамбовский волк, у меня есть стая. И Паша, который снимает это видео, как он любит себя называть, первый сотрудник компании «АУФ Инкорпорейд». Мне нравится. Типа, я очень часто встречал названия издательств, которые пытаются как-то круто назваться, серьезно. Зачем? «АУФ?» Знаете, что еще важного произошло в моей жизни в этом году? Я обратился к психотерапевту. Я могу сказать, что это было не первое мое обращение к психотерапевту. Я уже обращался к психологу в 2014 году, перед приездом в Питер, мне помогло. И вот сейчас, типа, это не самый тяжелый год в моей жизни, я честно скажу, тяжелый, но не самый. Потому что если в прошлом году, когда была пандемия, когда у меня все еще шел суд, была куча нервяков, нестабильность денежная, я, наверное, просто на каждом сеансе, если пошел к психотерапевту, орал в панике. Но нет, в этом году все было легче, все было как-то лайтовей. И я уже мог больше анализировать себя, типа, что реально происходит в моей жизни, что реально меня беспокоит, и можно бы поменять. И я действительно разобрался в себе гораздо сильнее. То есть я обратился, это не реклама, вы можете обратиться к любому психотерапевту, но я обратился через сервис Ясно. Это хороший психолог, хорошая специалистка. Я просто больше узнал себя, больше в себе разобрался, больше сделал каких-то выводов о себе, о людях, которые меня окружают. Стал четче расставлять приоритеты в своей жизни, стал просто как-то, знаете, как кожу змеи и прочие хладнокровные животные скидывать в себя, скидывать какой-то груз, который висит на мне очень давно, который меня парит, который меня беспокоит. И был такой момент, когда я вот в этом году не так часто общался со своей мамой. И вот психотерапия меня настолько изменила, что она буквально в один раз сказала мне, что услышала, когда со мной разговаривала по телефону, совсем другого человека. И это очень крутая похвала. Я советую всем обратиться к психотерапевту. Это не значит, что если вы идете к психотерапевту, вы псих, с вами что-то не так, вы просто хотите разобраться в себе. Они не лечат, как правило, ну, типа, если это не уже психиатры. Психотерапевты не лечат, они не дают советов. Как правило, не будет вас ваши инстинкты самосохранения. С этим разобраться очень круто, потому что я думаю, что не каждый человек из вас тоже знает, что вообще в целом ему в жизни надо. И вы можете сделать это сейчас. Просто пойти к любому специалисту и разобраться в себе. Это, сука, очень важно. Еще одна важная штука, которую я закрыл. Я съездил в Костенки. Если кто не знает, посмотрите отдельный ролик на этом канале. Костенки – это наш будущий комикс, который мы прямо сейчас сделаем с Олей Зайцевой. Если ничего не поменяется, он выйдет в следующем году, в 2022 уже. Это место в Воронежской области, где находили кости мамонта, где находили стоянки правобытных людей. И там будет разворачиваться следующий сюжет нашей следующей работы. И я съездил туда, насладился этим. Я об этом думал всю пандемию, что нужно скататься, что нужно посмотреть, что там, чтобы вдохновиться для этой истории. И в целом, в этом году, как будто бы я больше внимания уделял своим сюжетам, ну, типа, своему издательству это точно, но, типа, своим сюжетам, над которыми я глубже проработал, продумал некоторые версии. Петлю, пишу, потихонечку разгоняем ее и вообще продумываем, как сделать лучше. И хочу ее закончить, добить сценарий, чтобы продолжить просто... Не просто, знаете, как я раньше делал, типа, пишу, выходит новый выпуск, я пишу, следующий выпуск. А написать сразу все, просто выдать вам уже оконченную историю. То есть, издать ее синглами и, типа, посмотреть, как вам зайдет или не зайдет. То есть, для меня петля – это самая личная история. Ну, и вообще, я в этом году придумал кучу-кучу-кучу еще новых проектов. Вообще, вот, знаете, когда, как будто бы, с одной стороны, плохо, что за все эти годы исчезли фестивали, исчезла какая-то активность, а с другой стороны, ты как будто не находишься в вечной вот этой гонке, и ты можешь, у тебя есть время подумать, просто остановиться и просто осознать, что ты ощущаешь, что придумать новые сюжеты, какие-то мысли новые лезут в голову. Это очень круто, это невероятное чувство, которое, знаете, вот, ну, не то, чтобы забылось, но точно притупилось. Потому что, когда, вот, еще в 19-м году я находился в этой гонке, фесты и ролики на YouTube, фесты и фесты и ролики на YouTube, ролики на YouTube, ты просто не можешь сесть и понять, о чем может быть твой следующий сюжет. А сейчас у нас как будто появилось лишнее время осознавать самих себя. И нужно пользоваться этим. Я пользуюсь, рекомендую. Я уже сказал, что у нас будет переиздание третье комикса «Шапочка» постсудебное, и это значит, что в этом году вышло второе. Если еще не успели купить, то покупайте «Шапочку». Вышел также первая глава на день бесплатного комикса, комикса «Костенки». Это тоже офигенный комикс, если успели заценить вы счастливчик, потому что очень крутой комикс, все это говорят. Также, также вышло несколько наших комиксов, которые мы издали после баек, и в этом, конечно, нам помогли наши друзья, и ваша поддержка убедила нас, что мы на правильном пути. Вышло переиздание петли, это четвертый тираж, и суммарный тираж петли, по-моему, уже 7 тысяч экземпляров или 8 тысяч экземпляров. Короче, очень круто. Вышел также спин-офф петли «Слава в активном поиске» первый выпуск, и вышел комикс «Чего улыбаешься, Паш?» Паша Гика комикс, дверь, двусторонний комикс. Если вы видели Пашу на единственном фесте в этом году, в большом, я имею в виду, Баббл Комикс Кон, он там крутил-вертел, показывал фокусы, было офигенно. Магик. Реально, в следующем году будет больше комиксов, я надеюсь, что многие планы, если не все планы осуществятся, точно осуществятся многие, и мы будем просто дальше делать для вас книжки классные. Я думаю, что выйдет и продолжение «Петли» наконец, и продолжение «Славы», и Паша чем-нибудь порадует, он сейчас опять улыбается, и много чего нового вас ждет. Типа, некоторые идеи, мы просто, знаете, вот когда меня спрашивают о том, что не боишься, что у тебя пропадут идеи, я боюсь, что я, блин, не успею их все воплотить, у меня башка рвется от идей. И, кстати, меня часто стали спрашивать, не хочешь ли ты там издать тот или иной мой комикс. Я готов издавать чужие комиксы, но если они готовы входить в «Оптиверс», пока что только на таких условиях. То есть, если они будут расширять мир, если они будут как-то входить как произведение в этот мир, то да, я готов. Но пока что мне интересно реально развивать свою вселенную. То есть, например, вы должны понимать, как это работает. Комикс «Петля, я не герой» — это вселенная «Оптиверса». «Доктор Санитайзер», «Байки с Ролеева» — это все вселенная «Оптиверса». А «Шапочка» — это произведение, которое читается героями в «Оптиверсе». И также будущие тамбовские волки, капуристы среднего возраста, да, мы тоже будем работать над этим произведением. Ну и как бы вот на таких условиях. То есть, либо герой, пересекающийся с Максом, человеком-человеком, доктором-санитайзером и персонажами из «Байк», либо какое-то художественное произведение внутри этого мира. Так что, типа, я как издатель могу объявить сейчас, что да, мы готовы издавать фанфики, но хорошие фанфики. Какие я выводы вообще сделал за прошедший 2021-й? То, что этот год для меня не год Ютуба вообще. Я все еще выпускал ролики и даже выпустил роликов, по-моему, больше, чем в прошлом году, суммарно. Но этот год для меня точно год, когда я изучал, как работает, ну, типа, издательская деятельность. Наверное, то, что у меня маленькое издательство, это все еще издательство, оно требует внимания, оно требует работы. Я изучал вообще процессы, то есть там, с какими складами сотрудничать, с какими магазинами сотрудничать, как сотрудничать. Все эти документы, бумаги, все платежи. Короче, очень много взрослых терминов, которые многим из вас не нужны. Типа, я просто изучал процесс. Изучал процесс, этим был очень увлечен. Многие вещи казались несложными, но очень интересные. Я получал удовольствие от всего, что происходит. И в конце года я могу сказать, что я сделал правильный выбор, наверное. Ну, типа, это действительно то, что меня радует сейчас. Ютуб — это хорошо, но на Ютуб я хочу делать, наверное, более какие-то осмысленные ролики, может быть, менее часто, то есть там по один-два ролика в месяц выпускать. А комиксы хочу делать на постоянке, больше этому времени не выделять. Сколько лет уже? Я с 12-го года занимаюсь Ютубом, так вот прям плотненько. У вас сформировалось бы у меня какое-то очень кривозеркальное мнение благодаря Ютубу. То есть вы не узнали меня как персонажа, как личность, а в целом, ну, типа, это, наверное, не то, что я хотел. Я все-таки хотел какими-то историями делиться. Ну, я действительно, ну, есть какой-то жизненный опыт какой-то, да, там, с которым я хочу делиться. И делюсь через истории теперь. И вот через истории мне комфортно это делать, через свои, там, комиксы, через свои сюжеты. И клевые люди, которые появляются сейчас в моей жизни, тому доказательство, что людям реально интересен твой опыт и твои сюжеты, пережитые сюжеты, гораздо больше, чем, ну, обзор на My Little Pony или, ну, погоди, ну. По-моему, это очевидно. Поэтому я действительно очень рад находиться сейчас в этом месте, где нахожусь. Очень иногда, конечно, ебкие комментарии бывают, знаете, типа, а что там, кстати, у тебя с просмотрами? Что там, кстати, там на канале у тебя? Что-то ты там вроде как подскатился, да? И с одной стороны, ну, хочется отвечать таким людям, а с другой стороны думаешь, ну, а смысл, типа? Человек же видит только одну сторону медали. Он видит Ютуб-деятельность, которая действительно сейчас у меня не в лучшем состоянии, за редким исключением, типа, активной аудитории, которая за мной все еще следит. Ну, в целом, как будто я не чувствую, что что-то в моей жизни поменялось в худшую сторону. Наоборот, я за этот год познакомился с кучей креативных, крутых людей, которые просто стали относиться ко мне серьезнее. И это очень радует. Короче, я прямо сейчас отправляюсь в Новый год. Я не знаю, что нас там ждет, но я думаю, что все самое крутое. Новые проекты, по-любому новые ролики, обзор на черепашек до 2003 года я обязательно вам сделаю. И еще многие вещи, которые обещал, постараюсь сделать. Новые проекты, новые сценарии, новые люди. Все самое крутое будет в следующем году. Завтра будет лучше. Помните цитату из мультфильма «Шесть с половиной»? Вот это в какой-то момент стала моей философией по жизни. В всяком случае, если ты занимаешься любимым делом, ты точно не пропадешь. Все. С Новым годом!